Сегодняшняя тема. Нужны очень большие, а главное долгосрочные инвестиции. Если все эти проблемы будут решаться только за счет государственного бюджета, весь этот процесс не уложится и в 20, и даже в 50 лет. В такой ситуации просто не обойтись без привлечения частного капитала, благо опыт других стран показывает, это выгодно как государству, так и бизнесу. При государственном строительстве медицинских учреждений возникает слишком много сложностей из-за обширного и разрозненного аппарата управления, а также из-за неотлаженности механизмов по контролю за приобретением стройматериалов и специализированного медицинского оборудования. Частная компания, взявшаяся за строительство поликлиники или больницы, может приобретать все это в несколько раз дешевле, потому как напрямую заинтересована в оптимизации своих расходов. А выстроив медицинский объект, частник, как правило, получает и возможность управлять им, что тоже позитивно сказывается на расходовании средств и поддержании учреждения в финансовом и эксплуатационном порядке. В России уже есть медицинские учреждения, построенные с помощью частного капитала, но их доля в общем количестве ЛПУ крайне мала. Так, например, в нашей стране уже действует несколько частного государственных центров гемодиализа для людей с почечными заболеваниями. Затраты на обслуживание пациентов в этих центрах не сильно отличаются от государственных, а иногда бывают и меньше, так как частное управление с профессиональным менеджментом значительно позволяет экономить на закупках медикаментов и техники. Вопрос платности услуг в таких медучреждениях решается путем соглашений между бизнесом и местными органами здравоохранения, последние заключают с частным владельцем объекта договор и оплачивают его услуги по весьма выгодным для себя расценкам. На сегодня многие предпосылки для развития партнерских отношений между государством и бизнесом в сфере здравоохранения уже есть. Так, с начала 2013 года в России предполагается введение полного тарифа ОМС, ранее доля госфинансирования в нем составляла всего 50%. К тому же новый закон, об обязательном медицинском страховании, разрешает негосударственному капиталу участвовать в реализации программ по ОМС для медицинских учреждений посредством участия в конкурсах на получение госзаказа. Но для того, чтобы российский бизнес пошел навстречу власти в этом вопросе, этого все равно недостаточно. Придумывать способы привлечения частного инвестора уже не надо, они давно существуют в других отраслях, налоговые льготы, упрощенные условия предоставления земель и подключения к объектам инфраструктуры. Многие предприниматели, уже занятые в этой сфере, также отмечают, чтобы было бы неплохо заложить в тарифы ОМС инвестиционные затраты. Перечень этих мер может быть очень сильно расширен, особенно на первых порах, когда рынок государственно-частного партнерства настолько свободен. И тем не менее, у бизнеса пока все равно слишком много вопросов к государству, как начинать это партнерство, если пока его правила не закреплены в отдельном законе. Есть, конечно, закон о концессиях, но он не решает всех проблем. Какие гарантии государство может дать частнику, с помощью каких механизмов будет контролировать? Во власти уже неоднократно говорилось о том, что государственно-частное партнерство позволит во многом улучшить положение российского здравоохранения, но конкретных форм сотрудничества пока не предложено, какими они будут, еще только предстоит обсудить. Источник, распал.ру Ставь лайк.